ну вот друзья все же нам удалось добраться до крепости рефуджио в котором держит пленника нашего агента и это очень важный человек для нас потому что он единственный кто возможно знает какую-либо информацию по поводу проекта эпидемия и генерал вален скорее всего не просто так заключил его под стражу в таком охраняем просто кишащим фрицами месте с такой сильной охраной крепость действительно была неприступной но нам удалось в предыдущей серии суда проникнуть вот думаю трогать не трогать этих двоих потому что они так неудобно находятся она была не была посмотрим на его реакцию у него реакция весьма тупая оказалась я люблю на самом деле ближний бой с и кью си в военных играх поэтому не хочу тратить патроны там где-то необходимо я пользуюсь рукопашка но надо отметить что в этой игре рукопашка она очень посредственно сделано и скажем так практически на коленке потому что даже отсутствует я не говорю там разные приемы я говорю хотя бы про анимацию того как это происходит то есть зависимости от того какой боец в каком состоянии находится лежит спит сидит слева ты подошел справа ты подошел сидишь ты лежа может быть пытаешься зарезать кого-нибудь не знаю но такое тоже на бывает как вы думаете поэтому мне честно говоря это не особо понравилось то есть даже с анимация не поработали как следует но во всем остальном это как бы много требовать тоже нельзя даже допустим те же самые приемы ударов но это я думаю не такая сложная задача для реализации потому что игра в принципе она не высшей категории не трипл эй проект но тем не менее она хороша на выше средничка на мой взгляд тем более если уж категория игры про снайперов то это вообще эксклюзив можно сказать смотрите у нас агент находится в северо-западном крыле на углу где-то здание я думаю сейчас мы до него доберемся все у нас впереди хочу сделать все по-тихому чтобы прям и комар носика не подточил вот и здесь вот сейчас на примере я вам покажу про то что говорил ранее вот смотрите я грубо говоря сижу да он спит как это происходит я резко подрываюсь он резко подрывается то есть анимация как будто ты убивал стоячего бойца мне кажется это не интересно по крайней мере в батталфилде в том же самом там у нас зависимости от того как ты подошел порядка по моему больше восьми если не больше 12 анимаций этого самого ножевого убийства поэтому не знаю в этом плане конечно хороша игра под названием the game solid и ground serious частности она славится с и кюси и приемами и опять же можно врагов узнать какие-то особенности что где рядом бойцы вызвать подмогу обязательно посмотрите если вы не видели и вам нравятся игры стелс жанра то есть прям и желательно поиграйте чтобы самому понять насколько там глубокая механика стелса и рукопашки по сравнению вот со снайпером но и хочу отметить конечно там нету камеры смерти в если вот ну как бы параллели проводить но снайперская стрельба там сделано хорошо очень хорошо то есть опять же и человека можно ранить а потом добить это и поправки в принципе тоже надо делать на расстоянии но единственно нету этой килл камеры хотя ее добавить но это будет явно видно что сделано скажем так копия и снайпер или поэтому коджима он не тот человек который будет прям в ногу все это дело копировать ну мы практически добрались нам еще немножко осталось пройти по всей видимости буквально вот этот момент проскользнуть и тогда мы доберемся как надо это вот такие вот размышления по поводу стелса блин хотел сказать красиво убил его но он такую загогулину выдвину посмотрите я убил человека до кстати надо немножко поближе подобраться да поставить здесь такую вот мину и постараемся проскользнуть стопности не был ну ладно ну и пес с ним так вот мы камеры видим с вами но здесь нет нашего пленника он где-то на верхних этажах и здесь его нет ну ждем пока что нет этот поезд со стеной так сказать пока он пройдет третий этаж также пуст и наверное он уже находится здесь где-то поблизости да все верно но вначале надо ликвидировать оу я так внизу нас внизу нас никого нет дать тоже поговорим с агентом пора нас слава богу единственный путь через линию фронта но меня немного потрепали я прикрою сможет свобода большой стимул этот человек крайне важен для нас и он на самом деле в хорошем состоянии двигаться он может не так уж сильно его и потрепали фрицы могли на другое быть способны но он легко отделался скажем так так наша цель изменилась и на сей раз нам нужно уже пробраться и расчистить для него путь вниз как мы это будем делать смотрите бронежилеты элита ребята явно очень серьезные их очень много там здесь кстати есть панцир шрек вот сейчас мы определимся как мы будем все это выполнять отдохни вас вода с так ну я думаю самая удобная позиция для уничтожения который снизу был где он там сейчас подойдет я пожалуй поднимусь здесь меня никто не должен спалить вот так вот прям как о ловушкой убили ну я же говорил она сработает потому что там прямая видимость были на сколько там врагов прям руки чешутся давайте так кто там опять будет он туда пойдет есть у нас шанс нет он пошел не туда ох прям прям сердце думал спалят но мы можем сейчас камушком поработать дать эту грядку просто взорвем спанцира шрека но нет не такие простые эти ребята так у нас есть граната еще блин как же их там много и они все на таком стрёме но друзья если уж так получится то получится по крайней мере я хочу постараться ну не допустить нашего обнаружения мы здесь поставим ловушечку лучших традициях диверсионной школы и нам нужно всего лишь убить там пятерых смотрите как они в центр сошлись то ой дураки ой дураки просто дураки у нас еще более того есть панцир шрек сейчас мы по тем вдарим а чё он так в молоко то улетел блять грёбаные канаты ахаха я не тупой но просто просто это настолько это тоже маразм он меня выбешивал еще в предыдущем эпизоде потому что ну настолько это блин какой же это идиотизм я в шоке из этих канатов я причем все было свободно на самом деле если уж говорить про достоверность то панцир шрек бы пролетел бы через канат он его порвал бы даже если бы я находился вблизи и он бы не взорвался потому что все таки чтобы скоммулитировать заряд то сами понимаете нужен удар посерьезней сейчас еще одну поставим ловушку потому что можно все что угодно от них ожидать видите другая сработала ну пидоры просто меняем позиции убиваем конечно вот эта нелепость с гранатой с панцир шреком блин она меня она меня выбила из колеи он своего убил просто убил своего по моему ну задание обновилось и мы можем с вами двигаться к бойнице бойница это курсу шпурц курсу шпурц еще буквально один под нами находится опа под нами он не под нами оказался просто хладнокровное убийство без базара все отлично друзья направляемся вниз вроде бы элиты самое главное нет больше никого нет мы можем но аптечку вас всегда полно можно подлечиться да пойти вниз но наверно все таки ловушку я заберу мало ли пригодится поиски тем временем завершаются отдохни это примерно знаете как в mortal ком вот я фаталить с вырыванием сердца мне это анимация напоминает это очень сильно можно было бы еще другим вариантом воспользоваться допустим с мг-42 поработать вот в этом направлении тем более если учесть что большинство врагов тут находилось но посмотрите как какая бойня была устроена мной взорвали блин это вообще то есть гранаты мы убили раз-два и там еще ну ужасно вот вроде бы расчленки нет но такие кадры ужасные на мой взгляд очень много врагов все повержены я не думаю что нам в дальнейшем что-либо пригодится из амуниции поэтому мы можем направляться к бойнице такое место откуда обороняет крепость ну крепостной вал по сути ну не совсем правильно крепостной вал это все-таки перед крепостью это уже сама непосредственно крепостная стена где лучники обычно находились похоже он там я прикрою его со стены и гроза гроза пошла в нашем направлении будем сейчас работать друзья пока наш ух пока наш товарищ а он нам действительно товарищ будет выбираться мы его будем прикрывать так тяжело их не совсем видно хорошо но вот ребята не знаю двоих убью не убью жаль не убил прям в момент молнии да это было здорово так вижу еще один муравей бежит так где же еще немцы засели не вижу пока что давайте наверно с биноклем понаблюдаем а вот он сидит даже по трассерам видно где враги находятся это нам помогает очень круто смотрится панцир шрек на моей спине прям такая махина говор на самом деле очень хорошая винтовка именно для вот прикрытия такой перестрелки не на очень больших дистанциях хотя зум позволяет так он стал двигаться лучше конечно убивать врагов я вот здесь только из строя вывел лучше их конечно убивать когда они бегут по скажем так траектории к нам блин ну давай кого нибудь как их много здесь ногу что ли оторвал ему да его поджимают ой блин как их здорово откинуло то это конечно круто вот эти все эффекты они очень много ну скажем так визуально добавляют в плане вот самой динамики боя и той разнообразности как это все происходит разнообразие потому что если сравнивать опять же с предыдущим снайпером то там было как то все так мрачно не очень блин его тут зажали но шкалы здоровья нигде нет то есть по всей видимости он бессмертный потому что там столько кровища сейчас я вам покажу но все равно я постараюсь максимум насколько это возможно быстро убить так стоп откуда бьют бьют оттуда и еще один там тяжело их практически не видно в ногу попаду сто пятьсот процентов просто дробление короче занимаемся расчлененкой во время грозы бедный вот мне так жалко вот когда происходит что его точнее то что жалко это так драматично когда ты ему в ногу его ранишь а потом еще когда он даже не упал ему в голову залетает еще один снаряд с одной стороны эпично с другой стороны так жалко ну что есть еще у нас тут кто-нибудь из бойцов третьего рейха но по нему не стреляют кровищи там просто немереные это не тень это кровь давайте наверно пока что грузовики подрываем делать пока что нечего кстати так я таким подобным способом не взрывал интересно хотел хотелось бы мне посмотреть что же внутри танка происходит в этот момент и 50 хп ну experience points они лишними не бывают никогда добьем часы его хотя я сомневаюсь что можно так движок взорвать то если бензобак повредите то ты все таки подожгешь машину мне понравился мне понравился один фильм такой научно популярный где испытывали баррит 50-го калибра и там поставили грузовик пикапчик американский не помню какая конечно машина была но такой хороший и пробили ему движок насквозь этим барритом и было здорово блин какой ты проворный а вот сейчас я его на лету просто подловил да еще и в голову нет в тело то бишь баррит это конечно отличное орудие но к сожалению его в игре нет хотя опять же вот если фантазировать и уже идти до конца то мне бы очень бы хотелось если в игру бы сделали dlc и добавили бы современные снайперские винтовки например я думаю это было бы очень круто то есть ты мог бы пройти бы еще кампанию но уже с современным оружием там может быть клейморы бы добавили то есть снайпер элит модерн варфайр эдишн чего-нибудь такое вообще конечно франшиза я думаю она успешная у ребели он то есть когда нибудь наверное мы доберемся Либо до других конфликтов Либо Может быть Ну, Вьетнам Конечно, было бы круто, если сделали какой-нибудь Афганистан И там ты В роли Хотя это было бы уже, наверное, все-таки Интереснее им делать, чтобы не на нашей стороне Потому что они любят Подобный бред заливать А на стороне Каких-нибудь этих Талибов Боеприпасы у меня уже На исходе Опа Наверное, возьмем Не знаю, сколько еще это будет продолжаться Но А, нам ничего не дали Ну, окей Не знаю, чего мы ждем Почему врагов нет Никто не атакует Возможно Какие-то есть Ненаделки со стороны Тех, кто делал эту Миссию То бишь Не срабатывает какой-то триггер На движение Либо, не знаю На появление противника Давайте, не знаю Посмотрим тогда в бинокль, что ли Раз у нас все грузовики уничтожены Все у нас Уничтожено Можно Пострелять Хотя патронов маловато По ящикам Так, это у нас Канистра Не, ну а что делать Кого ждать Сейчас будет фейерверк А, все Побежал он Наконец-таки Оуе Мне кажется, мы завершили Эту миссию Спасибо за просмотр Увидимся В следующих Эпизодах Субтитры сделал DimaTorzok